Сказка четвертая о королеве и ее безымянной дочери. Здравствуйте, люди добрые! И снова мы, скоморохи веселые, пришли к вам с подарком на ярмарку. Собирайтесь скорее на площади, да послушайте сказочку латную про королеву заморскую, да дочь ее безымянную. У леса на опушке стояла неприметная избушка. Жила в ней старуха на всю округу известная. Много разного люду к ней хаживала, чтобы судьбу свою узнать, да при случае соломки, охапку и медь где надобно. Обо всем она знала, ведала, а потому не ко всем добра была старая. Как-то раз, поутру ненастному, остановилась возле дома ведунья карета прекрасная. Вся гербами украшена, да золотыми коронами, с восьмью лошадьми парами запряженная. Каждая лошадь ценой в целое состояние, на каждой паре по кучеру. Все они, словно вельможи, в роскошных одеждах и париках из шерсти овечий. Из кареты вышла особа в старом черном длинном плаще и поспешила к дверям хижины, пряча лицо от глаз любопытных. Отворила дверь сама хозяйка, да с порога начала гостю отчитывать. А-а-а, явилась, не запылилась, не прошло и столет с четверга дождливого. Ну, заходь, коль пришла и за стол садись, да на сладости не рассчитывай. Гостя прошла в дом, встала посреди комнаты и гордо заявила. Не смей ты, хлопка, грубо так со мной разговаривать. Не простолюдинка я, а королева голубых кровей. Не пристала мне от тебя выслушивать всякие неприятности. На такие слова хозяйка даже бровью не повела и с ехидством ответила. То, что ты не крестьянка, видно и так. К скромностью не отличаешься. Лицо прячешь и в обноске рядишься, а карету твою за версту видать. Сев за стол, старуха добавила уверенным голосом. Только и я не рабыня безродная, а птица вольная. По воле Бога рода, отца моего, свободное на земле отцов рожденное. И не надобно мне на то твое разрешение. Я тебя не звала и знать бы не хотела, но ты сама пришла, а потому должна быть принята и выслушана. Так оставь свою спесь за порогом дома моего. Садись за стол да прикуси язык, коль хочешь совета услышать. Знаю, кто ты и с чем ты ко мне пожаловала, продолжала хозяйка всевидящая. И потому от такой гости нежеланной нет мне большой радости. Имя твое Альбина с Туманного острова. Еще в народе кличут тебя старухою, несущей всем смерти разорения. Там, где ты, там ссоры и неясности. Даже родные не могут устоять перед твоими чарами. Оттого ты всеми ненавидима, за глаза злобно осуждаема. Лишь за деньги твои с тобой дружатся. Их не будет, и друзья во врагов тут же обернутся. Есть причина твоего такого поведения, хоть и не может служить она оправданием всех дел твоих неправедных. Из далекого прошлого за тобой это напасть следует. В неодолимом животном страхе она кроется и портит кровь твою желчью жгучую. С малых лет без родительской ласки и внимания ты за жизнь в одиночку боролась. Силой, а большей хитростью, свободу и честь свою оставила. Потому не по вине своей нами разлобилась. В этой битве с рогами лютыми ты достигла успехов значительных и потому возгордилась. Не узрела ты, что хранил тебя Бог во времена тяжкие. Он давал тебе силы, посылал проводников верных на пути опасном. Решила, что всего сама достигла и все теперь тебе позволено. Нарядилась в одежды владычесы мира и пошла учить людей уму-разуму, разрушая их дома и вытаптывая пастбище. Много народов погибло от такого просвещения. Но что для тебя чужая жизнь? Лишь средство для наживы. Научилась ты из крови человеческой лить слитки золотые, а из тел дорогу к власти мировой укладывать. Детей народов погубленных забирала ты в дом свой. Думала, что для утех плоских, но потом окажется, что на свою погибель. Еще дочь у тебя есть нежеланная, от морского холодного ветра рожденная, куском льда вместо сердца отцом награжденная, и душою слепою и черствою. Спросишь, почему нежеланная дочь твоя непутевая? Да потому, что имени не дала ты ей после рождения. Так и ходит она безымянная, а потому судьбы своей не имеющая. И добром, и любовью, и наказанием ты хотела вразумить дочь свою, все попытки твои были тщетными, потому что дочь твоя глуха от рождения. Не вняла она вековой твоей мудрости, только коварству и хитрости у тебя научилась. Живет она теперь в доме чужом за морем океаном, а хозяева дома у нее в прислугах служат, доброту свою и ее проклинающим. Глупа она, но учит всех, как жить надобно. Как и ты, грабеж и обман выдает за знанием, дающие успех, добра наживание. Не в домеке своему мишкам скудным понять, что богат тот, кто отдает излишества, а не тот, кто сидит на мешках с добром, опухая от собственной важности. И есть у нее забава опасная, разорять гнезда орлиные, дразнить волков, медведей и прочих хищников, да обезьян за хвосты с деревьев стягивать. Предвижу, однажды это занятие приведет ее к гибели обязательной. Вельможи твои обмельчавшие, цинизм и жестокоте знати старой впитавшие, к власти прорвались не ради твоего величия, а чтобы карманы свои набить и утолить свое болезненное чувство ущемленного самолюбия, расквитавшись с тобой за старые унижения. Как бы высоко им по властным ступеням не подыматься, мещанская мелочная натура все равно изнутра вырывается. Они же готовят плаху деревянную, чтобы расчленить тебя на кусочки мелкие, да скормить их зверью дикому. Да, вижу, судьба твоя нелегкая, но по глазам читаю, теплится еще жизнь в душе твоей. Вот и слушала ты о себе вещи ужасные, но ни разу перебить меня не осмелилась. Значит, стыдно тебе за дела свои и прошлые, а это знак, что не все еще для тебя потеряно. Потому выслушаю тебя и совет дам, по-другому и в дом бы тебя не пустила. Сидела королева, голову понурив, вся в печали от правды услышанной. Как же дальше жить и что мне делать? – спросила она с давленым голосом, глаз на ведунь и не поднимаючи. Замолчала старуха, призадумалась, встала, подошла к окну, взгляд на тучи бросила, подошла к печи и прислушалась, что и ветер в трубу насвистывает. Села снова за стол, да зажгла свечу, посмотрела на пламя яркое, чуть помедлив сказала решительно, «Слушай, слушай, королева меня внимательно, и не говори, что не слышала». Дух времени, глашатой вселенной, ходит и трубит в свой горн о конце власти грубой материи и о приближении мальца, сына Божьего. Тот младенец увеличается новым временем. Кто не впустит его в дом свой с любовью и радостью искренней, тот погибнет новой жизнью раздавленный. Всякий того мальца узнает с легкостью. Не игрушки он просить будет и конфеты требовать, и не прочие жертвоприношения, а души тепла, доброты и уважения. Только не все смогут это дать ребеночку, потому что не те дары они по жизни собирали, больше злату-серебру предпочтений отдали. А малец наш к такому испытывает безразличие, неинтересно ему хладного металла наличия. И еще пуще гостья опечалилась. Почему же я не слышу голоса Духа Времени? Ведь умела раньше с ним разговаривать, пела песни ему и слушала его сказочки. Потому что давно живешь в спокойствии, управляемое холодным расчетом и разумом. А калиточку души своей закрыла наглухо. Без души не услышать глаз от Духа Времени. Без нее он звучит, как простой шум, смысла не имеющий. Что же еще он сказал, о чем поведал? Спросила королева взволнованно. А еще он сказал, что сам Создатель земли и неба скоро к тебе наведается, чтобы посмотреть, как правишь ты с его позволения. И судить тебя он будет по всей строгости. За сделанное и еще пуще за не сделанное ответ перед ним тебе держать придется. А по суду и решение будет, жить тебе дальше или раствориться в задбении. Невелик выбор у тебя, красавица, продолжала ведунья, жить в богатстве и спокойствии, с твердой уверенностью в правоте своего жизненного выбора и умереть в мучениях под давлением нового времени. Или, сбросив оковы прошлого, утаскивающего в пропасть гибельную, наполнить свои паруса ветрами свежими и пуститься по волнам к жизни светлой, не боясь новизны и неизвестности, отдавшись на волю проведения Божьего. Посидели еще немного в безмолвии хозяйка с гостью и своею незванную. «Мне пора», — поднявшись из-за стола, сказала королева неуверенно. От гордости ее и следа не осталось. «В добрый путь, красавица зеленоглазая! Надеюсь, правильные будут у тебя выводы после слышанного моего наставления. Хотя, что правильно и как тебе поступать, то не мне решать и нести за то решение ответственностью». Укатила королевская особа в землю свою далекую, а что стало с ней, узнаем в скорости. Только сколько проку нам с тех дел ненашенских! Нам бы делать свое, живя в гармонии с собой и с миром окружающим. Жить нету жить, творить, любить, дружбу с добрыми людьми водить, до детей растить, добром за добро платить и не забывать, что новый мир и нас касается. У проспавших еще есть времечко. Просыпаемся! Продолжение следует... Продолжение следует...